Пусть Бог благословит вас. Рады видеть вас сегодня. Если вы когда-нибудь будете в нашем районе, загляните к нам и станьте частью нашего собрания. Обещаю вам, что вы почувствуете себя как дома. Я надеюсь, вы будете с нами на протяжении недели. У нас есть ежедневный подкаст, который вы сможете скачать. YouTube-канал, на котором вы можете слушать проповеди в любое время. Наши социальные сети. Мы будем воодушевлять и вдохновлять вас. Мне нравится начинать с чего-то забавного. Как-то я слышал о группе школьников из католической начальной школы. Они стояли в очереди в кафетерии. У начала очереди стояла большая миска с яблоками. Некто написал записку, в которой говорилось, «Возьми только одно, Бог видит тебя». В конце очереди стояла большая миска с шоколадным печеньем. Один ребенок, прочитав записку, сказал, «Бери сколько хочешь, Бог следит только за яблоками». Скажите с убеждением, «Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть». Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу делать все, что мне сказано, я могу. Сегодня меня будут учить Слову Божьему. Я смело заявляю, мое сознание готово. Мое сердце открыто. Я никогда не буду прежним. Во имя Иисуса. Сегодняшнюю тему я назвал «Ничего не упущено». Все мы переживаем разочарования и неожиданные повороты. Очень легко принять это и думать, что так будет всегда. Я пережил расставание, я навеки останусь одиноким. Мой бизнес претерпел упадок, мне придется вечно бороться. У меня обнаружили болезнь, отныне я буду страдать от этого. Но Бог не сказал, что мы не будем проходить через испытания и переживать потери. Но Бог обещал следующее. Когда Он закончит, ничего не будет упущено. Он – Бог Возрождающий. Возможно, вы потеряли здоровье, потеряли радость или свою работу. Но ваша история на этом не заканчивается. Не спешите вынести приговор своей ситуации. Потери лишь времены. Это лишь сезон. Вам все будет возвращено. Ваше здоровье возвращается. Ваша уверенность возвращается. Ваш ребенок возвращается. Ваша сила возвращается. Ничего не будет упущено. С вами могли разорвать отношения, покинув вас. Вам кажется, что вы всегда будете одиноки. Но правильный человек найдет вас. Некто лучше, чем вы себе представляли. Вы пытались осуществить свою мечту, но двери не открылись. Бог откроет лучшую дверь. Он не дал вам мечту, не имея возможности осуществить ее. Возможно, у вас было тяжелое детство. Никого не было рядом, кто бы поддержал вас, и вы чувствовали себя неполноценными. Не переживайте, Бог все видит. Он собирается скомпенсировать вам за тех, кто не додал. Бог отплатит вам за то, чего вы не получили. Вместо того, чтобы жить в унынии и мыслях о том, что лучшее уже позади, лучше обернитесь. Отец, спасибо, что в моей жизни ничего не будет упущено. Радость, мир, здоровье, сила, семья, мечты. Бог, спасибо за то, что ты восстанавливаешь все, что я потерял. Видите ли, вместо того, чтобы придерживаться менталитета, я старый бедняк, прошедший через многое, активируйте менталитет, ничего не упущено. Бог возместит мне все. Вот что случилось с Иовом. Он был хорошим человеком, имел хорошую семью и цветущий бизнес. Но на него наваливалось одно за другим. Иов потерял свое здоровье, потерял свой бизнес, похоронил своих детей. Он был так удручен. В Писании говорится, что Иов сел в пепел. Он думал, я никогда не оправлюсь после этого, все разрушено. Даже жена сказала ему, просто похули Бога и умри. Поддерживающая жена. В тот момент, когда он был готов сдаться, пришел его друг и в пятой главе Иова сказал, Иов, если ты обратишься к Богу, Он избавит тебя. Бог избавит тебя от смерти, и ты не будешь забран преждевременно. Оглядываясь на свое положение, помните, ничего не будет упущено. Иов потерял все свои стада, свое здоровье, свою семью. Бог сказал ему, Иов, сохрани веру. Это потеря временна. Когда я проявлюсь, ничего не будет упущено. Я представляю, как Иов встал из пепла, отряхнул одежду, посмотрел в небеса и сказал, Я знаю, что мой Искупитель жив. Посреди всех проблем и боли в сердце, он мог бы жаловаться и сетовать. Но Иов начал провозглашать, что Бог восседает на престоле, и он завершит то, что начал. В мышлении Иова произошел переход от «Мои утраты невосполнимы, лучшие дни позади», до «Приближается восстановление», «Приближается здоровье», «Приближается победа». Я слышу, как Иов говорит, «Отец, ситуация не выглядит благоприятной, обстоятельства против меня, но я верю твоим обетованиям, что в моей жизни ничего не будет упущено. Я сейчас лишен радости, но спасибо, что радость приближается. Я не чувствую себя хорошо, но спасибо, что здоровье приближается. Все мои стада погибли, но спасибо тебе, что изобилие уже в пути. Переживая поражение, вы можете жаловаться, рассуждать о своих потерях, или же вы можете прийти к соглашению с Богом и говорить о восстановлении. Отец, спасибо тебе за то, что предназначенное мне во вред, ты обратил мне во благо. Ты сказал, что никакое оружие, направленное против меня, никогда не будет успешно. Спасибо, что мне вернется все, что я потерял. Именно это Бог совершил для Иова. Бог не только восстановил его потери, но и дал ему вдвое больше, чем тот имел. Иов был более благословлен после трудностей, чем до них. Бог заставит врага заплатить вам за принесенные трудности. В 16 стихе сказано, что Иов прожил еще 140 лет после тех трудностей в виде своих детей и внуков. Он умер в старости, прожив долгую хорошую жизнь. Он не провел последние дни в горечи, одиночестве и разочаровании. Как Бог и обещал, ничего не было упущено. Иов был здоров, семья была рядом, бизнес был при нем, мир, изобилие. По нему и нельзя было сказать, что он столько пережил. Если в разгаре трудностей, когда все тело Иова было покрыто нарывами, когда он сидел в пепле, вы бы сказали ему, что однажды он будет счастливым, здоровым и процветающим, Иов бы подумал, как такое вообще возможно? Таков наш Бог. Не судите о всей оставшейся жизни, потому через что вы проходите сейчас. Бог говорит вам то, что сказал Иову, ничего не будет упущено. Вам может недоставать радости, ваших детей, здоровья. Возможно, жизнь пошла по кривой, и вы не знаете, что с этим делать. Бог уже все решил. Подобно Иову, о вас нельзя будет сказать, через что вы прошли. Когда Бог завершит, никто не сможет сказать, что вы пережили рак, разрыв отношений, пандемию или потери. Вы выйдете из этого сильнее, здоровее, более обеспеченными, более благословленными, с хорошей семьей, в процветании. Запечатлейте это в своем духе. Да, сейчас, возможно, что-то идет не так, но Бог еще не закончил. Грядет ваше время. В Писании говорится, что Бог положил конец трудностям Иова. Равно как у проблем было начало, у них был и конец. Конец болезням, конец зависимостям, конец ограничениям. Когда Бог говорит, пришло время восстановлению, никакие силы тьмы не могут остановить его. Какими бы ни были ваши потери, насколько бы неизменным вам это ни казалось, что бы, по вашему мнению, не сковывало вашу жизнь, скоро наступит сдвиг. Бог внезапно ведет вас в исцеление, приведет правильных людей, повернет течение дел, подарит вам радость, мир и победы, каких вы ранее не видели. Я беседовал с молодой женщиной. Они с мужем безуспешно пытались завести детей уже много лет. С детства эта женщина мечтала о том, чтобы стать матерью. У ее матери и бабушки были проблемы с беременностью. Это наследовалось по женской линии. После прохождения лечения по бесплодию, выполняя все медицинские указания, какие только поступали, она услышала от врачей, что беременность невозможна и больше нет выхода. Месяцами напролет она просыпалась в слезах, убитая горем. Однажды по пути на работу она случайно переключила на наш канал. В проповеди я говорил о том, что последнее слово за Богом, о том, что Бог может то, в чем медицина бессильна. Она рассказала, что внутри нее что-то ожило. Она росла не в верующей семье. Она верила в Бога, но никогда ничего подобного не слышала. И она стала напоминать Богу о Его обетованиях, что дети – это Божий дар. В течение дня, вместо того, чтобы впадать в уныние, она благодарила Бога за то, что скоро забеременеет. Когда искушение сдаться атаковывала, она садилась в машину и слушала проповеди, чтобы устоять в вере. Две недели назад она позвонила нам, плача. В этот раз это были не слезы грусти, но слезы радости. Ведь только что она узнала, что была на десятой неделе беременности, и не одним ребенком, а близнецами. Ее врач сказал, ума не приложу, как это произошло. Он не мог найти этому объяснение. Это то, что пообещал Бог. В вашей жизни ничего не будет упущено. Мысли будут шептать, этого никогда не случится. Ты так и умрешь бесплодной, умрешь в одиночестве, умрешь в зависимости, умрешь в страданиях. Не ведитесь на эту ложь. Бог видит ваши утраты. Он знает, когда вы пережили несправедливость. Знает, что сдерживает вас. Все это временно. Беременность уже в пути. Свобода уже в пути. Исполненная мечта уже в пути. Изобилие уже в пути. Царю Давиду было 29 лет. Он жил в городе Сикелак с еще шестью сотнями его людей. Он служил во дворце, но вынужден был покинуть его, потому что царь Саул ревностно искал способ убить его. Пророк Самуил помазал Давида на царствование над Израилем, когда ему было 17 лет. Это произошло не в Иерусалиме, где по пророчеству Давид должен был вести народ. Это было не в Вифлееме, где он вырос. Сикелак был временным местом. Он находился между пророчеством и предназначением. Это был не родной город Давида, и не город, который ему предназначался. Сикелак был местом ожидания. У всех нас на пути встречаются Сикелаги. Мы знаем о Божьих обетованиях, знаем о мечтах, которые Бог поместил в наши сердца, но не видим, чтобы этого происходило. Никакие двери не открываются. Не получается забеременеть. Здоровье не улучшается. Когда вы находитесь в Сикелаге, промежуточном месте, очень важно продолжать сохранять веру, продолжать делать правильные вещи, продолжать напоминать Богу о Его обещаниях. Сикелаг – это тест. Вы собираетесь впасть в уныние? Считаете, что вы погрязли? Ставите крест на своих мечтах? Нет, оставайтесь в вере. Сикелаг – лишь временное место. Давид со своими людьми отправился в трехдневный поход, чтобы сразиться с филистимлянами. По дороге домой они заметили клубы дыма вдали. Они исходили из направления к их городу. Я представляю, как они поспешили, недоумевая, что же произошло. Приблизившись к городу, они поняли, что худшие страхи сбылись. Амаликитяне, разбойники, напали на город и окружили его. Они захватили всех женщин и детей, ограбили дома и сожгли их. В это время Давид отсутствовал, выполняя Божью волю и защищая народ. А его город был уничтожен. Его жен и детей похитили. В Писании говорится, что Давид и его солдаты плакали до тех пор, пока больше не могли плакать. Теперь, Давид был воином. Он прошел великие трудности. Давид победил Голиафа и прошел многие другие испытания. Но этот удар был крайне тяжелым. Давид не ожидал такого. По пути к нашему предназначению будут встречаться сикелаги. Мы делаем все правильно, но случаются неправильные вещи. Мы стараемся как можем, но дела идут плохо. Мы теряем любимого человека, боремся с тревогой или имеем дело с проблемным ребенком. Солдаты Давида были очень расстроены и опустошены. Они вели разговоры о том, чтобы побить Давида камнями. Когда Давиду казалось, что хуже уже некуда, его собственная армия ополчилась против него. Он переживал крайне важный момент. Он мог уступить место горечи, винить Бога, отказаться от своих мечт. Этот случай мог бы стать последним упоминанием о Давиде. Он мог бы кануть в лету на закате и упустить свое предназначение. Однако Давид принял решение, которое мы все должны принять, сталкиваясь с сикелагом. В Писании говорится, что Давид ободрялся в Господе Боге Своем. Итак, Давид сидит покрытый пеплом, смотрит на все еще тлеющие развалины домов. Вокруг его друзья. Они заставляют его еще больше сердиться. Он готов выйти из себя. И вместо того, чтобы жаловаться и впасть в депрессию, он начинает напоминать себе о том, что Бог по-прежнему на престоле. «Господь, все то, что Ты говорил в мою жизнь, сбудется. Я верю, что Ты – Бог восстановления. Это не конец моей истории». Давид вытер слезы, встал из пепла и, уединившись, пошел молиться. Он спросил Бога, преследовать ли ему амаликитян. Бог ответил, «Да, преследуй. Ты догонишь их, и вы обязательно вернете все, что было украдено». Бог говорит это и вам. Возможно, вы что-то потеряли. Не оставайтесь в самосожалении. Пришло время вытереть слезы, пойти и вернуть то, что принадлежит вам. Вы обязательно восстановите свое здоровье. Вы обязательно вернете своих детей. Вы обязательно восстановите свой покой. Вы обязательно восстановите свою мечту. Наш Бог – Бог верный. Он не надеется, а вось работает. Он контролирует вселенную. Вы можете ощутить его дыхание, направленное в вашу сторону. Вы вместе с Богом составляете большинство. Он – тот, кто за вас, больше, чем мир, который против вас. Давид погнался за амаликитянами. Когда он настиг врага, амаликитяне закатили пир, танцевали, пили, праздновали победу. Иногда враг празднует победу слишком рано. Он думает, что с вами покончено. Вы опустили руки, вы сдались. Он не понимает, что когда вы знаете Божье обещание, и если вы будете преследовать их и будете верить в них, вы воспрянете в своей надежде. Вы восстановите все. Ничего не будет потеряно. Когда вы продолжаете преследование, Бог начинает сражаться за вас. Ангелы начинают трудиться. Силы тьмы терпят крах. Неправильные люди уходят прочь с вашего пути. Вы увидите благоволение, исцеление, победу. Давид и его люди напали на амаликитян. Они не только победили их, но и вернули все украденное. Они вернули своих жен и детей. Писание говорит, ничего не было потеряно. От малого до великого, сын или дочь. Давид вернул все, что было забрано. Может быть, вы сейчас в Сикелаге. Вы потеряли что-то, столкнулись с несправедливостью. Если вы возродите свою страсть, и как Давид снова начнете верить, вы вернете все обратно. Ничего не будет потеряно. Исцеление вернется. Бизнес, дети, радость вернутся. Бог не оставит вас в недостатке. Он ведет учет. Он знает, что принадлежит вам. Давид не только вернул все свое имущество, но его люди завладели всем, что принадлежало амаликитянам. Они вернулись с большим имуществом, чем имели раньше. Интересно то, что три дня спустя царь Саул был убит в сражении. Давид стал царем. Это произошло через 13 лет, после того, как Самуил помазал его. Знаменательно то, что после величайшего испытания Давида от вступления на престол его отделяли 72 часа. Когда вы в Сикелаге, не теряйте надежды. Вы не знаете, что Бог задумал для вас. Вы не только вернете обратно все, но Бог собирается продвинуть вас вперед. Сикелаг – это знак того, что ваша судьба выходит на новый уровень, и вы собираетесь увидеть то, что обещал Бог. Вы совершите переход от места ожидания к месту предназначения. Мы все должны пройти через несколько Сикелагов на пути к нашей цели. Трудности, которые возникают из ниоткуда, вещи, которые мы не понимаем, потери любимого человека, борьба с депрессией, люди, пытающиеся дискредитировать нас. Вы должны напоминать себе, что Сикелаг – это временное пристанище. Голоса будут шептать, «Ты никогда не выберешься отсюда, никогда не заведешь ребенка, никогда не встретишь правильного человека. Просто продолжай жить посреди этого пепла». Причины, по которым эта ложь приходит на ум, в том, что враг не хочет, чтобы вы встали и покинули Сикелаг. Он не хочет, чтобы у вас было мышление полного восстановления. Он хочет, чтобы у вас было мышление бедного старого «я». Вы должны сказать, «Нет, спасибо, Сикелаг – не мой дом. Это не конец моей истории. Я знаю, что Бог обещал. Ничего не будет потеряно. От малого до великого». У одной девушки диагностировали четвертую стадию рака. Она выглядела плохо. Большую часть детства она провела в больнице. У нее был серповидно-клеточный ген, который годами доставлял ей много проблем. Несколько лет спустя, мысль о том, что ей придется вернуться в больницу, бороться с этой болезнью, проходить лечение, была очень обескураживающей. Она впала в глубокую депрессию, не хотела выходить из дома, не хотела вставать с постели. В воскресенье ее муж включил нашу программу. Она плакала все время, пока я говорил. Она сказала, «Мне казалось, будто вы разговаривали со мной». Она начала верить, что величие Бога сильнее, чем рак, что ее жизнь не закончилась. В течение двух лет, пока она лечилась, проходила через операции, она почувствовала силу, которую никогда ранее не ощущала. Сегодня она не только избавилась от рака, она не только победила болезнь, но у нее больше нет и серповидно-клеточного гена. Она рассказала, как раньше была очень тихой и замкнутой. Но сегодня она написала книгу. Она выступает с речью на разных мероприятиях, рассказывая, как Бог помог ей победить. Как-то она сказала, «Когда люди видят меня, они всегда говорят, что я не выгляжу, как человек, прошедший через подобное». Она счастлива и удовлетворена более, чем когда-либо. Итак, вот что я хочу сказать. Сикелаг не ваш дом. Это временное пристанище. Когда вы в Сикелаге, вы должны напоминать себе Божье обетование, о том, что вы все восстановите. Ничего не будет потеряно. Возможно, сейчас этого нет, но Бог еще не закончил. Вместо того, чтобы размышлять о том, что вы потеряли, с чем не справились, о этих негативных реалиях, вам нужно переключиться на мышление «Ничего не упущено». Вы можете не понимать, как это произойдет, но у Бога свои пути, о которых мы даже и не помышляем. Он не ограничен тем, чем ограничены мы. Он собирается сделать что-то необычное, необыденное, из ряда вон выходящее. Он не просто хочет все восстановить, но улучшить наше положение в сравнении с тем, где мы находились раньше. Я верю, что это произойдет быстрее, чем вы думаете. Скоро произойдет переход, внезапно, из ниоткуда. Вы стоите на грани прорыва, исцеления, продвижения. Вы сможете сказать, как эта женщина, в моей жизни ничего не потеряна. Два года назад мы провели Ночь надежды в Лас-Вегасе. Мне довелось встретиться с человеком по имени Стив Уинн. Он построил множество отелей в этом городе. Он очень успешный и влиятельный человек. Также он заядлый коллекционер произведений искусств и хранит в своей коллекции шедевры со всего мира. Он показывал нам некоторые картины в его доме. В конце он рассказал о знаменитой картине Пикассо, которую купил в 2001 году. Тогда эта картина оценивалась в 60 миллионов долларов. Это было его любимым полотном. У Стива был друг, которому тоже очень нравилась эта картина. И мистер Уинн согласился продать картину этому другу. Цена картины составила 139 миллионов долларов. В ночь перед продажей он показывал эту картину друзьям. Уинн страдал от болезни глаз, из-за которой его периферическое зрение было нарушено. Указывая на картину, он не осознавал, что находился к ней слишком близко и проткнул ее своим локтем. Все услышали, как рвется полотно. Он обернулся и увидел на полотне отверстие в 2 дюйма. Это был его сикелак. Продажа не состоялась. Покупатель отказался от сделки. Теперь картина оценивалась в 85 миллионов долларов. Одно отверстие обошлось в 54 миллиона долларов убытка. Боже, дай нам похожие проблемы. Мистер Уинн нашел человека, которого называют художественным хирургом. Тот, кто снова смог бы соединить воедино отдельные волокна полотна. На это ушло 2 месяца. И по окончании его работы нельзя было сказать, что картина когда-либо была повреждена. 6 лет спустя он продал эту картину тому же человеку за 155 миллионов долларов. На 16 миллионов больше, чем до повреждения картины. Картина стоила больше после того, как ее повредили. Когда мы переживаем разочарование, трудности, иногда кажется, что мы повреждены. Мы потеряли собственную значимость. Совершили ошибки, когда должны были быть более сфокусированными. Что мне нравится в Боге, так это то, что когда Он восстановит вас, подобно этой картине, вы станете еще ценнее. Бог знает, как провести вас через подобное восстановление. Никто не сможет сказать, через что вы прошли. Вы не будете жить с повреждением или разрывом. Когда вы в чем-то потерпели неудачу, это не повлияет на всю вашу оставшуюся жизнь. Эта болезнь, развод, банкротство не уменьшат вашу значимость. Перестаньте верить этой лжи. Ты пережил слишком многое. Не жди ничего хорошего. Не верь в свои мечты. Ты сломлен. Кто-то поступил с тобой несправедливо. Ты потерпишь неудачу. Просто оставайся в сикелаге. Но это не ваша судьба. Когда Бог закончит восстановление, ничего не будет потеряно. Красота нашего Бога проявляется даже тогда, когда мы ошибаемся. Мы сами навлекаем на себя проблемы. Бог не говорит, это слишком серьезный проступок. Я бы восстановил все, если бы ты поступал более правильно. Я бы помог тебе, если бы ты был более посвященным. Бог полон милости. Когда мы сбиваемся с пути, в тот момент, когда мы снова повернемся к Нему, Он побежит к нам навстречу. Не в осуждении, но в милости. Помните, когда блудный сын ушел из дому, потратил все деньги на развлечения, принимая плохие решения? Он закончил тем, что работал в свинарнике и кормил свиней. Он так отчаялся, что опустился до пищи для свиней. Он был виноват в этом. Ему следовало слушаться его отца, принимать правильные решения. Теперь он весь в грязи, от него неприятно пахнет. Его волосы не причесаны. Он решил вернуться домой. Отец увидел его издали и побежал к нему. Он не упрекал своего сына. Он не сказал ему, тебе следовало думать наперед. Отец никогда не вспоминал о его прошлом. Одно из первых, что он сказал, было, «Пойдите, принесите лучшие одежды и наденьте на моего сына. Не любые одежды. Принесите самые лучшие. Принесите ему лучшую обувь. Наденьте семейное кольцо на его палец». Так же, как и картина, молодой человек был поврежден. Он думал, что его ценность упала. Он сказал, «Папа, я не заслуживаю быть твоим сыном. Просто дай мне пожить в сарае, работать в качестве одного из твоих слуг». Но отец про образ Бога фактически сказал, «Это повреждение ничего для меня не значит. Когда я восстановлю тебя, никто не узнает, через что ты прошел». Несколько часов спустя, после того, как молодой человек помылся, надел лучшие одежды, новые обувь, никто уже не мог узнать, что он пережил. Эта притча показывает нам, что когда Бог восстанавливает вас, вы не становитесь почти таким же, как и до этого, или, по крайней мере, выжившим. Вы проходите полное восстановление, без каких-либо потерь, в абсолютной радости. Вы выйдете с дарами, здоровые, благословленные, процветающие. Избавьтесь от этой лжи о том, что вы всегда будете в невыгодном положении, и посмотрите на свои ошибки. Это враг пытается помешать вам выбрать лучший путь. Он рад, чтобы вы шли по жизни с чувством осуждения, унижения. Не принимайте эту наживку. Вас ждет лучшая дорога. Вам приготовлено кольцо власти с вашим именем на нем. Может быть, кто-то другой поставил вас в невыгодное положение. Они нанесли вам ущерб. Это даже не ваша вина. Они не уменьшили вашу ценность. Знаете почему? Бог лучший хирург. Он знает, как восстановить то, что никто не может восстановить. Есть одна известная поэма, в которой повествуется о птице со сломанным крылом. О том, что несмотря на то, что она создана летать и парить в небесах, из-за поврежденного крыла птица никогда не оторвется от земли. Очень грустная, удручающая мысль. Кто-то взял эту поэму и придумал ей новый финал, в котором Бог берет птицу и начинает исцелять ее, восстанавливать, вдыхая новую жизнь. В конце истории автор говорит, что птица со сломанным крылом снова взлетит, но вдвое выше. То, что противостоит вам, не ограничивает ваше будущее. Вы не связаны. Когда Бог восстановит вас, вы будете летать вдвое выше. Вы пойдете и настигнете врага. Каждую минуту, в которую вы терпели урон, Бог обратит вам на пользу. А теперь избавьтесь от мышления «Я проиграл» и переключитесь на мышление «Ничего не потеряно». Бог видит все, что вы потеряли. Он не забыл о вас. Возможно, вы в Сикелаге терпите несправедливость, но Бог говорит вам то, что Он сказал Давиду. Ты обязательно восстановишь все, что было украдено. Сикелаг – это временно, это знак. Скоро вы увидите восстановление. Скоро Бог проявится в вашей жизни. Я верю и заявляю, что для вас ничего не будет упущено, от малого до великого. Ваше здоровье возвращается. Ваша семья возвращается. Мечты возвращаются. Уверенность, прорывы, изобилие, полнота вашего предназначения. Во имя Иисуса. Если вы сегодня получили благословение, скажите «Аминь». Я хотел бы дать вам возможность сделать Иисуса Господом в вашей жизни. Молитесь со мной. Просто скажите «Господь Иисус, я каюсь в своих грехах. Войди в мое сердце». Я принимаю тебя моим Господом и Спасителем. Если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились выше. Мы с удовольствием отправим вам бесплатную информацию о вашем новом путешествии с Господом. Просто запишите номер, отображаемый на экране, или перейдите на наш веб-сайт. Я надеюсь, что вы попадете в хорошую церковь, основанную на Библии. Поставьте Бога на первое место.